МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы докопаться до истины, пришлось отправиться в Баковку, где Марат в гордом одиночестве готовился к матчу с Лучом. Мы договорились, что полузащитник Локомотива посвятит нас в некоторые тайны этой подготовки. Я не могу сказать, что это плохо, да, быть фанатом, свое дело. Но перебарщить тоже нельзя. Раньше Измайлов перебарщивал частенько. Теперь Марат совсем не тот, которого страна приняла на ура пять лет назад. Больше года он отказывался от съемок, да и впредь намерен избегать теле и фотокамер. Полузащитник Локомотива сегодня напоминает немного уставшего от жизни мудреца, который на суету жизни внимания совсем не обращает. Все так навалилось в тот первый год, что все так, и все быстро так же и прошло. То есть уже вот таких эмоций ничего не вызывало, особо ничего уже не удивляло. Мы условились с Маратом на мелочи не размениваться. Ну и как пел Высоцкий, сыграли 10 пар. В преферанс, в очко и на бильярде. Измайлов оказался очень приличным игроком. В пейнтбол хорошо играю. Это такая стрелялка, краска. Нормально катаюсь на картинге. Что еще? В карт нормально играю. В бильярде? Ну, вчера, вчера выиграл ресторан у Вани Старкова, у нашего молодого парня. Измайлов по ходу нашего общения развеял множество мифов о своей команде. И, конечно же, о себе. В том числе и самой главной. Такого нет. Нет, ничего не сплю. А еще доводилось слышать, что после каждого поражения седьмой номер Лока так сильно переживает, что оказывается чуть ли не на грани срыва. Не, ну что точно на грани срыва? На самом деле, в любой матче, когда проигрываешь, то всегда себя коришь, всегда неприятно, всегда плохое настроение. В общем, всегда немножко замыкаешь в себе. Первые полугодия нынешнего сезона для Измайлова выдалось неудачным. Он редко появлялся на поле, и тот период старается побыстрее забыть. Наверное, больше отняли. Больше отняли эти полгода. И вообще я так стараюсь о прошлом не думать. Особенно плохо. Вот. Как бы прошло, и все. Я иду дальше. Самое приятное развлечение Измайлова в Баковке – это теннис-болл. Который за пять лет пребывания в Локомотиве он еще никому не уступал. Интересно, а в России? Я бы, на самом деле, с удовольствием сыграл с кем угодно. Не менее любопытно, с кем извез мирового футбола Марат готов сразиться в технике и хитрости. С Рональдиня, наверное. Рональдиня? Ну, мне кажется, он вообще в порядке. Раз уж зашел разговор об инопланетных футболистах, то грех было не выяснить. За кем же из них Измайлов следит особенно пристально. Мне нравится наблюдать за игрой, как раз. Тоже Рональдиню. Месси очень нравится. Вот Барса тоже. Потом Тевес. Дабы не откладывать дело в долгий ящик, Марат согласился показать парочку финтов из арсенала мировых звезд. И дал несколько толковых советов, как лучше обращаться с мячом. Но потом в Баковке объявил себе Кей. И глядя на камерунского гренадера, было решено переместиться в тренажерный зал. Я сам не знаю, что это нужно делать. Не, на самом деле, ну, что, все просто. Здесь, что там с Увесом? Нормально. Вот так мы обычно занимаемся. Ну, в футбольном поле, конечно, прежде всего, мне кажется, должна работать голова. И работать с мячом. Вот. Ну, без тренажеров тоже тяжело. Нужно, чтобы была сила. Тем не менее, Гавбек сборной России предпочитает работать не железом, а собственным весом. Это, наверное, вообще мой самый любимый тренажер здесь. Вот этот? Да. Вот этот лежак. Вот этот делаешь? Изрядно качнул в пресс, чуть не забыл задать мучивший меня вопрос. Правда, что Измайлов, когда у него все получается, любит петь? Ага. Ну, нужно, как бы, чтобы все, как бы, вообще, сросло для этого. Подготовку к встрече с командой Сергея Павлова мы завершили беседой на футбольную тему. Марат Измайлов, он прибавляет каждый год в мастерстве? Я уверен могу сказать, что да. Локомотив станет чемпионом в этом году? Я думаю, что да. Думаю, что да. Потому что, ну, все для этого есть. А ЦСКА «Спартак» конкуренты? Да. Очень сильная команда, тоже очень сильная команда. Мне кажется, мы их обгоним. В последнее время вновь поползли слухи о переходе Измайлова в один из российских клубов. Если завтра мне предлагают только контракт, я не раздумываю, откажусь. Сегодня Измайлов мечтает играть каждые три дня. И обязательно побеждать в каждом матче. В субботу Марат пройдет вот по этой дорожке, сядет вот в этот автобус и поедет сражаться с дерзким лучом. Алексей Зинин, Владимир Пыхтин. Футбол России. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ